о чем мечтают дети да обо всем на свете здравствуйте с вами светлана и мой канал для тех у кого новый год круглый год в душе сегодня 1 июня солнечный день даже если у кого-то за окном сейчас пасмурно идет дождь все равно на душе светло сегодня мы отмечаем международный день защиты детей этот праздник был утвержден в ноябре 1949 года и вот с 1950 года весь мир отмечает международный день защиты детей но мне кажется что вот так как этот день отмечается в советском союзе бывшем так этот день не отмечается ни в одной другой стране мира поэтому именно сегодня я хотела бы показать детские игрушки детские игрушки в елочной игрушке вот есть меня такая вот погремушечка это первая игрушка первая игрушка жизни каждого ребенка именно по этой игрушке мы как бы знакомились со звуком красками с цветами с формой когда могут мы зажимали эту игрушку и вот тысячелетия проходят а погремушка остается неизменно первой игрушкой каждого ребенка любой стране мира может быть кто-то из вас такой счастливчик и у него его первая погремушечка сохранилась у меня к сожалению моей первой погремушки нет вот такая вот погремушечка есть еще я сегодня покажу только три погремушки у меня и больше но признаюсь поленилась светлана не полезла в другие коробки просто некоторые погремушки у меня лежат в коробке вместе с сосульками и фонариками вот это вот погремушка это самая старая игрушка из серии погремушек моей коллекции здесь была повреждена трубочка и мне пришлось ее реставрировать к счастью фокус удался и пациент жив такая вот погремушка с детства а теперь волчок елла это тоже одна из самых самых распространенных игрушек нашего детства вы знаете перед тем как снимать этот ролик я даже рискнула и когда на столе ничего не было я раскрутила эту игрушку и поверьте мне да она кружится но сейчас говорится в прямом эфире я не буду рисковать не хотела бы чтобы вы стали свидетелем свидетелем катастрофы придется вам просто поверить мне на слово такой вот еще есть волчок елла разные названия но мне конечно ближе всего к моему сердцу это украинское название украине эта игрушка называется дзыга почему она мне так близко я ребенок было непростой очень подвижная очень любознательная смелая я никогда не сидела на месте меня везде всегда было полным полно и вот мой покойный отец он называл меня дзыгой он часто говорил ой ця наша светка воно як дзыга воно як дзыга кругом ей повну что переводе на русский что вот наша светка она как юла она как юла везде ее полным полно вот еще одна у меня есть юла или дзыга как кому больше нравится кстати эти две игрушки сразу же видно что выпускались в одной и той же фабрике это мы можем легко определить по цвету краски те времена в советском союзе пятидесятые шестидесятые годы хотя игрушки такие яркие разнообразные но знаете с красками было не очень просто и поэтому красили чем было и как было и еще и благодаря этому дефициту красок многие игрушки выпускались они много лет окрас менялся потому что какая краска была такую и красили кстати ладно я еще покажу последнюю юлу самая характерная помните такие металлические у нас были и мы ее так разгоняли и так смотрели как вот эти вот кружочки полосочки кружатся кружатся как мало для счастья ребенку надо просто посмотреть на юлу здесь у меня на столе присутствуют пирамидки кто подписан на мой канал и смотрел предыдущие ролики тот видел эти пирамидки потому что я их так ставила для декорации чтоб картинка была веселее ну а теперь настал час сказать что автором этих пирамидок является Данилевский Виктор Григорьевич и утверждена эта игрушка была в 1950 году да друзья вот этой вот пирамидке 70 лет такие вот пирамидки а еще хотела бы отметить что Данилевский Виктор Григорьевич он был первым начальником лаборатории елочной игрушки в институте игрушки вот такой вот интересный факт вот еще карусель такая карусель 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 тогда были простые лошадки олени машинки стояли в очереди особенно те кто приезжал в город специально в парк это было это был праздник такой души что я не знаю не передать но многие наверное вспомнят и меня поймут вот такая вот карусель а теперь смотрите сколько у меня добро сейчас будем вместе считать будем считать сколько у меня мячей 3 6 мячей на целую группу детского сада хватит эти мячи были утверждены в 1952 году вот у меня самый старенький мяч в моей коллекции автором этой игрушки является Фадеева Эмма Федоровна игрушку на научно-техническом совете утвердили сразу же без проблем но интересный факт утвердить то ее утвердили но с рекомендацией что в пресс-куранте эта игрушка будет записана как шар не знаю почему так решили здесь на некоторых шарах не шарах извините мячах вот я хотела бы показать ну где же она когда хочешь не можешь найти ну точно знаю что есть где же эта прошивка одну секунду ах вот видите такой вот нюанс видно вот как где же мячи прошивались еще тут какой-то у меня есть вот прошиты надеюсь что нет отбиска и вы это заметите мячей у меня много скажу вам честно я бы вот эти вот пять этот бы не отдала но вот эти вот пять я бы отдала за один мяч выпускался такой вот мяч матовый и на нем была надпись динамо киев очень редкая игрушка я надеюсь что рано или поздно эта игрушка появится тоже в моей коллекции во всяком случае детские мечты вот такой вот показ ко дню защиты детей всем и душа дети закончить хотела бы я свое короткое видео четырестейшее не отнимайте солнце у детей и жизнь земли вовеки не прервется чтоб над землей звучало каждый день пусть всегда будет солнце пусть всегда будет солнце пусть всегда будет мама пусть всегда будет папа пусть всегда буду я спасибо вам большое за просмотр оставайтесь со мной подписывайтесь на мой канал оставляйте комментарии лайки дизлайки ну а тем кто уже подписан я по традиции припоминаю нажимайте колокольчик вот здесь с правой стороны тогда вам будут приходить сообщения о моем новом видео и вы никогда ничего не пропустите пока пока до новых встреч